В канун Нового года произошло непредвиденное событие. Китайский дракон, которого все так ждали, не успел прилететь на праздничные каникулы. Как бы он не спешил, но никак у него не получалось примчаться к бою курантов. И что же теперь делать? Кто принесет волшебство Нового года в каждый дом? В предновогодних сумерках вокруг катка на деревьях зажигаются гирлянды. В их отблесках ярко вспыхивают снежинки, танцуют в воздухе и оседают на гладком льду, словно искры из пасти огнедышащего дракона. Ах, неужели все-таки действительно вот и он? Из тени медленно выплывает пестрая морда дракона с длинными усами и широкой дружелюбной улыбкой. Его горящая огнем чешуя выглядит теплой-теплой. Прикоснись, и замерзшие от мороза руки согреются в тот же миг. Или все же, кажется, кое-кто не мог оставить праздник без волшебства и сделал яркое бумажное украшение с символом Нового года. Сразу и не поймешь, что это оно. Дракон выглядит и веселится в большой компании совсем как настоящий. А вот и спасители волшебства. На праздничных гуляниях на катке дракона сопровождают наши старые друзья – зайка и котик. Следом за ними въезжает сам Дед Мороз. Одной лапой поддерживает дракона, а в другой у него нарядная елка. Правильно, какой Новый год без Деда Мороза? Хотя… погодите, дайте присмотреться. Ой, а не медведь ли это? Только тссс. Не будем ему говорить, что у него борода съехала. Рядом с Дедом Медведом, раскачиваясь на драконе, парят в воздухе мышата-акробаты. Их умением поучиться бы ежику не у клежику. Он встал на коньки в первый раз и сразу же плюхнулся на лед. Как славно, что он не унывает. Ведь рядом с ним его верный друг Лосяш Добряш, который всегда поддержит в трудную минуту. Вот и сейчас он добродушно смеется вместе с неуклежиком и протягивает ему копытца, чтобы помочь подняться на ноги. В самом хвосте, точнее с хвостом, грациозно катится лиса краса. Ей, как настоящий джентльмен, помогает почтальон Филин, который в клюве несет письмо-подарочек с поздравлением. Ой, кое-кого мы чуть не упустили. В кровных заснеженных деревьев спрятался еще один маленький гость этого праздника. Там, в вышине, бельчонок радуется выпавшему пушистому снегу и подарком от друзей и делает снежного ангела лапками. Куда же собралась эта веселая и шумная компания после катаний? Как только пробьют куранты, они понесут свое волшебство на следующий праздник. Проверьте, не заглянули ли они под вашу елочку? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!